приветик не спящие все остальные любители игр на unity да я это это был один раз спокойно я я просто ну я на эмоциях ладно вру я просто выпендриваюсь продолжить диалог ворона каркает только этого не хватало вороне крик прямо присносущего дуба владыки что-то дурное надвигается порона продолжает каркать дети о чем же ты все-таки толкуешь ты думаешь ворона разговаривают неспроста предупреждаешь тут сомнений нет блин может быть нас действительно ворона предупреждают когда выходишь из дома на куя поднимается прям как на кладбище так ведь и чувствовала недоброе знамение когда сорока на заре залетела в окошко стоило прочитать заговор у порога ох как стоило могилка кирфил кошмар кошмарное имя что задумалась вызвалась подсобить называется а теперь встала как вскопанная чем закопанная опять что ли на владыче сусетовать будешь даже не напоминай пошли уже ну на солнышко взгляни мертвых ведь до полудня почти подчуют подчуют да гневить покойников пожалуй не стоит могилка и так беспокоилась что не успеем поднести яст ее подопечным заботится об их благе больше чем о своем и что за тревожный бес меня обуял загадка я вау я умею уходить но это обучение конечно и камера так я умею ходить на с на дипад дипэд так что все окей так чё так почем задумалась то узнавайся уж не расскажу никому хотя может и расскажу но ты сама знаешь мои короткие слушатели едва любят сплетничать короткие слушатели кротки я сегодня читаю как лютый молодец да я такой а как выбирать а ну это бред полный ладно вороны что ли не слышала на чем она насилилась повец покушать просила ясным делом не хочет небось на сухом поле клевать там все такое горькое да еще и язык вяжет она походу пробовала вот тут и сама пробовала а может и пробу ты уж мне поверь а ведь там уж не крышки сама пробовал кто б сомневался чё улыбаешься пойдем быстрее пока хлебушек еще теплый как пахнет так и хочется краешку слопать или краюшку дурацкий перевод в смысле текст эх жаль что нельзя хотя и не факт чё это ела ли ела ли ты чего со вчера все импоти отдаешь пошли когда будем там не забывай тревожить семена коими стали оставленные тела нельзя читаю я как молодец тревожить семена коими стали оставлены тела нельзя запрещено они должны прорасти обернуться свежей душистой травой я не буду читать это вот эти вот дурацкими бабскими голосами я буду читать это просто буду читать ты чего она в другую сторону иду-иду в это прикатся блин пустите меня курва ох верно а еще что что такое куда-то опять утопала что-то я сегодня совсем не своя уже такое принц и кончились диалоги ну пошли пошли чертова девка грязная вся кстати слышала про вчерашнего покойника последнего моего горя муженька так и 14 наверное чё а то до заката нас не успели обвенчать тогда еще только ямку ему копали вот и пришлось луны ждать вдруг его душеньку за то время увела бесовица бесовица гневица тащила бы за собой и поминай как звали чё там охотника вчера растерзали говорят в лес направился срубить заговоренную липу обычно липа не подойдет типа до копье что ли они хотят из нее сделать мало было четверых покойников до него так при том почти там же это такой ужас ты б видела когда нашли его вернее его уже почти целиком сгрызли прям уж целиком несчастному оттяпали обе ноги по колено представляешь ручки до костей а брюхо скажу просто меня чуть не вырвало а ты знаешь сколько я этими самыми глазами уже видела ему даже сердце выгрызли прямо из-под ребер и га червяк завелся там походу у них сам владыка лес постарался ну мне так средопыт сказали и лицо кстати как обычно не тротнуто хорошенький был ладно хоть быстро сыскали не гнили капали по позеленелого все так и шатаешься ночами в сухом поле хотя и не факт хватит мне разговоров про мертвеченную все так и шатаешься ночами на сухом поле по сухому полю ну и третьего шума конечно каждую третью луну слежу как бы кто не поднялся из могилки и представься если по деревне покойники волочиться начнут ужас ты хотя бы раз видела встающего мертвеца видала она встающего но не мертвеца так они ж не осмелятся при мне-то у меня вон оружие есть затем облюжу покойники ты знаешь как оружие боятся моего особенно мальчишки и кто к ею обратно и загонишь на девочки девочки ты выйдут поплачутся на плече и обратно улягутся на левый бок это ли будет со мной после гибели станут ли стану ли подниматься земли хладной покойницы тщетно ища утешение на плече верной подруги какие мысли тебя будоражит странное существо чем обязательно на левый бок все вот это взяла сама же говоришь не видела а почему именно на левый бок я кстати их спрашивала молчат загадка может так комфортней я когда на земельке сплю тоже всегда на левый бок ложусь правда удобно она больная по моему на всю башку счет взял ты же не видела так во первых я не говорила что не видела а во вторых на вообще-то не видел никогда а старший жрица слышала много-премного правдивых историй мне бы опыт а то вдруг струшу завить покойника даже наверное лучше сказать беспокойника знаете я ну обычно она как в играх бывает тебе представляют персонажи водит сюжет там туда-сюда вот это вот все там какой-никакой курс намечается там основные персонажи то что я сейчас играю очень сильно похоже на фанфик какой-то без без всего он просто тебя сразу с места в карьер и рак все хватит мне разговоров про мертвичину чё я пошла я пошла домой оставайся блин куда ты идешь ты чего она в другую сторону иду-иду нет я пошла домой да блин кто мне на наскрябывает на телефон чё да да отстань не дает мне уйти дрянь ладно почапали какое-то очень странное место мужики а почему с современной прической разве в их обществе где ну технологии уровня каменного века могут так постричь же нереалистично выбивает из атмосферы туда я не хочу бегать ты умеешь девка не умеет жаль перейти перехожу а я иду а я иду опять еще вчера на могилке дремала выдумала загадку за сто лет не угадаешь дерзай собрались как-то на праздник быка олень волк покойник и ворон и сказала госпожа осень принесите достойную жертву чтобы усладить духов леса так ворон сказал кар много ли во мне крови на усладу духом принесите в жертву волка а ворон то прав волк сказал кто ж осмелится поднять клык на волка я вам сам на клык дам ха сына леса принесите в жертву покойника не ну покойник не подойдет мне кажется волк у нас в принципе хороший вариант этого санитара давно пора на клык посадить покойник промолчал на указал костяным пальцем на линия подождите если есть возможность принести жертву покойника почему бы это не сделать если он уже мертвый типа ну чё он там пальцами своим показывает олень сказал хорошо давайте начнем с того что у вас олени разговаривают мне быть жертвой так кого принесли в жертву быка быка ха 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 ой ну насмешил ты же не серьезно резать быка на праздник быка sounds logic по-моему за оригинальность нам тебе еще попытку гнида мертвеца он же ничего не сказал правильно и как ты додумалась ревал жву свою применила я даже не уверен почему так простая же загадка чё это и хвасталась ой да ну тебя обиделась еще потенокол давал себе решение это между прочим не честно и ты в дрын свой чё происходит вообще чего чёп чёп вообще тупая загадка почему мертвеца принесли в жертву если он уже мертвый какая-то жертва это же бред если они конечно не каннибал сухое поле символ цикличности и блаженной мены волею владычицы обратилась для нашего сие странство вечным напоминанием о неизбежной кончине чувствую лукавые взоры десятки духов поди наблюдают за каждым нашим шагом живым здесь уж точно не рады без могилки я бы шагу сюда не ступила и как только она босая прибирается меж могил с такой легкостью на просто в обуви не шлепнись у меня тут помнишь что я тебе семена говорила они поднимутся спокойно должны прорасти обернуться плампа плампа вот правильно пошли гнида показывай чё у тебя тут почему почему у вас целое поле стрелок которые показывают наверх это что типа что это идти туда в небо отправляться или это домики такие кажется успели вот они мои тут отдыхают о гляди к свеженькую выкопали интересно паку пустая не не стоит туда заглядывать духи только и ждут когда я ступлюсь дотронуться так мигом душу из воротят дум да ладно да это же да это же мир вархаммер 40 тысяч она псайкер она знает про варп не может быть наклоняется к одной из могил начинает шептать пожалуй не стоит развешивать уши да стоит не развешивать их а слушать сакральные ритуалы не дано наблюдать чужим тоже бред хотя могилке кажется все равно послушать кое драгоценное моя слышали прости на два дня уж оставил тебя в одиночестве простишь я вот хлебушка принесла он еще теплые спички смотрю ты из прошлой нашей встречи ничего не съел грустишь но не плачь только вот-вот наступит пора вернешься к нам уж совсем скоро сердобольная могила как обычно что еще загул несет из деревни ой чё это там ого вовремя же мы притащились праздничная процессия направляется прямо к нам кто же виновник торжества или виновница что же они все еще являются являют мне вещи сны за это я им благодарна идти толпе конечно еще долго но и отлично шесть сон сменится пока могилка там вот так да гильди что ли провожают уже все так пора выходит ей стукнуло сегодня девятнадцать да нет я про твой обход закончила уже что а то это хорошо думала 7 шкур сменю пока жду а ты шкуру умеешь менять вау ой ну тебя у меня тут все уже привычная одна только кое третьего дня засыпано даже не верится что гиль уже ждет благая мена чертова мена важнейший праздник торжества жизни только не для нашего круга не обрадовать стал по моему присутствию пока мы лишены радости мены на этом празднике нам места нет хотя какая к чертям разница пусть думают чего хотят пусть себе перешептываются я останусь наблюдать процессий так подошли четыре мужика все голые голос видимо из толпы началось голос из толпы ну ведьмы и что наслушались а нас вранья и повторяют не стоило нет такой великой конечно как же я за тебя рады гильям за балагой мены обнимает не нарисовали благодарю добрая жрица чё и живьем закопают не бойся я провожу больно не будет я всего лишь рубан у тебя острием не бойся гильмы с тобой мужики это он-то которого постригли она походу местная парикмахерша не верится что наше с тобой время вместе вместе закончилось столь скоро прошай благодарю звезды и землю за все счастье что мы разделили до встречи передай привет деткам она уже родила скоро выпадет доля воспитывать родную мать кек вспомни тревоги и горести прошлой жизни и сожми их кулачках на той стороне оставивших под корнями старого вяза это гилья красноречивая от четвертой луны в мир принесенные землей и сырой вскормленная она жрала землю готова принять уже матушки земли прародительниц мха пресине и корня человечего они культисты нургла мать твою заляжку зачем почему почему мне постоянно попадаются хаоси ты что-то эстонец проснулся на секунду все заткнись видно как боится ничего удивительного от одного вида процессии сердце уже мечется уж было бы я на ее месте а ты не надо на ее место вставать подбадривание из толпы готова готова голос дрожит нет не дрожит готова утопнуть во мгле и задохнувшись вернуться вместе с солнышком на рулю готова готова ли душой скитаться в бездонном колодце до благостного рождения а хотя и не факт и наконец желаешь ли снова обратиться звеном нескончаемой цепочки жизни вы еще к лесу сансар поверьте ну а чё раньше умрешь раньше реснишься молодец пойдем тебя заждались тебе выкопали ныряй можешь головой вниз держи флакон с черным молоком это яд полыни помнишь как еще его называют последние слезы радости молодец пей слезы на вкус сладкие приятные еще там немножечко алкоголя намешано но это ничего ничего не бойся она вся дрожит она просто хочет секса пьет о звуки из порнухи какая же ты у меня умница видишь нисколько и не страшно и вает гири аппаратова я пришла загляни внутрь землицы отдай ее теплым отдайся ее теплым материнским объятием она кроет будто шершавым одеялком и сохранить твой безмятежный сон а я буду нашептывать колыбельные до твоего следующего рождения мы все будем с нетерпением ждать твоего возвращения это верно возвращайся быстрее в магазин вышла за сигаретами дыши гилья вдыхая терпкий дух мертвые травушки и слушая ее радостный шепот гляди на солнышко на закате она станет себе проводником на ту сторону все отбросила конечки такая-то у меня молодец не бойся я тебя не оставлю честно честно делает надрез я же говорил она полосанет ее радостно кричит душа живая в лес душа бежит она живая и больную радостно дрожит земля живая кости ей несём они смеются невольно ура ура убили человека и круто помолчу пожалуй даже трава радостно шерестит провожая уходящую душу да путь гильи вскоре продолжится а продолжится ли когда-нибудь мой чё нет то нечего пустым тревогам омрачать сладкую тризну пора возвращаться в деревню хоть радостный гул и разогнал духов среди сухой травы все равно как-то не по себе так вернулись деревню пока что мне ну не нравится ладно почапали дальше муженек ее кстати сидит копье точит чё он ее сам не убил лучше б сам убил ой здрасте синица не уверена как-то по имени звать ведьма чё тебе надо изгойчу этой баронке понадобилось чё тебе надо ничейная дочь синицы тоже нередко зовут чё тебе надо интересно что мне жизнь уготовила если место счастью на избранном для меня пути только не говори будто хочешь чтобы я гадала за даром в смысле а ну плати можешь телом лучше деньгами нет уж чем заплатишь протягивает медвежий клык пойдет откуда у нее могут такой взяться стащил поди совсем что любез лучше ладно расскажу набирает воды так плюй чё плюй говорю ты ведь свою судьбу хочешь узнать значит нужно чтобы от что-то от тебя в эту воду попало можешь нассать если хочешь ну или локон воды локон волос могу срежется кровь тоже пойдет кто бы мог подумать что я стану повелевать законами быть я ради безо безродной бродяжки какая от тебя разница если ты плату приняла типа ну ты же наемник мне кажется я слишком часто играю stalker она еще смеется на она еще смеет надеяться на счастье наивное итак может опробовать тот что вернее заговор может опробовать тот что вчера выдумала лира мастерстве ее слова я не сомневаюсь произнести мать земле отвори предо мной чужую судьбу хозяин воды пусть звезды нашепчут мне волю твою вижу гладкую вязь шептание сов искажение лиц тишину облаков в отражении своем ежеликий богов под тениц вас лишаю оков взять горсть ведьминой пыли бросить на поверхность воды чё за пыль владыки наверно очень меня сегодня обманывают хотя и не факт россыпь широкая но с парой больших комьев еще и форму у них неровно и удивительно трактовать буквально трактовать буквально вижу ждет тебя немыслимая хорошая вещь богатство и всеобщее уважение ежели не передашься жадности желание твои исполнится и будешь ты шастлива до последнего дня врешь же красивую сказочку рассказал для наивной бедняжки ищущей комфорта и покоя вот только я ценю правда более бодоражащих ум фантазий хочешь верь хочешь нет твоя судьба ныне запечатана в камне они знают про эффект квантования ищешь иной судьбы по свою голову что же таковой у меня нет все что было сказано правда ну хочешь верь а хочешь нет нет как-то пофиг деньги заплачено дело сделано предлагаешь верить этой чепухе нет уж не зато ты меня принял осениться ух ты смотри рядом со мной девица стоит у нее в руках острие я ведь могу испоткнуться предсказание явлено менять мне в нем нечего убеждать тоже не буду ты бы приняла мои слова будь в них больше дурного примерно хотя и не факт да не бывает жизни лишенной ненасти а уж жизнь паре ими полнится день это дня как полагаю и твоя поверила бы ты виду не услышав нечто подобное вот она возможно права я бы засомневалась и провела обряд снова ой да ладно есть такие люди которые в это бы поверили быстро очень поклянись небом что мол вела правду не вопрос не боишься гнева владык шо ж будь по-твоему жрится и к тебе у меня есть вопрос чё тебе надо интересно у меня что ждет изгоя после смерти а а так чё так медлит ты говоришь как есть тем более она у нас такая правда любили правдолюба правдолюба не томи насколько ли все плохо худо ну у изгоев ведь не прародители не имени призвания нет даже души нет у вас рыжих и души нет ну конечно поэтому тебе никак не увидеть нового рождения вот как выходит но вот чего-чего живут в одном теле изгои дольше других конечно живут их же не убивают закапывая в могилку переживают закат прям как мы милость данной владычицей обреченным он все же не наврал черт уходит а ведь меня ждет та же участь безвозвратная смерть как и всех их значит для владычицы что ведьма что изгои нет никакой разницы сколь низко мы пали мне вот все покоя не дают вроде безродное а такое светлое будущее они же обычно с голоду умрут ты хоть когда нибудь раньше нагадывала такого что-то не припомню неплохо но ведь такая она ведь как судьба поглумилась она не родится снова и вся жизнь и все блага в итоге коту под хвост чего подожди почему какое-то так это я уж читал с глиника чем бездомная мне уплатила за предсказанием показать клык снимает штаны да ну медвежий и откуда только на нее мог взяться откуда-откуда стащил как пить дать а ты-то ничем не лучше обманул девочку и рада шучу так и и надо правильно откуда она бы его еще взяла изгуи испокон веков были варьем них еще и в расто процветает бака нет я и шагу туда не ступлю чертов черток ну ладно пойдем дальше гулять жрится помогай вот там вот у вяза девчушка лежит не дышит не откликается точно твоя забота подле молельного камушку да аккурат у него ну прости как кирф я пошла увидимся я же там и же там часто гуляет можешь и писать как она выглядела ой надеюсь это не сестра нас покинула в темной рясь такая с оберегами на шее и браслетик вроде был прям как у тебя вот шиш черт эя быть такого не может так вот о чем ворон предупреждал ой сейчас инфаркт хватит сердечко боли откликается не не до этого сейчас держись мальчик уходит возвращается мужчина кажется стихает скорее к сестре карта селект а какая интересная карта лучше читаемость допустим и как же она улучшилась а интересно мне бегать ты все еще не умеешь да да я понял не ступишь ты туда так нам до самого краю налево и вниз куда-то но не чешение чеши нифига себе ты там это из-под юбки достала волосни не прыгай девочка в колодец умрешь м встретить страну девочку еще одна чё уставилась зачем стоять над колодцем летать учусь не видно что ли какая разговорчивая и как успехи так я и раз так я и расскажу первые встречный поперечный отверь свариться не боишься не боишься не ладно ой блин вот еще вообще не смотри на меня иди отсюда некогда мне тут разбираться еще поговорить отвянь уже ладно ладно блин не дает больше о бурятка чё куда кто это у нас тут коньки отбросил кто додумался так назвать вообще талантливая сестра юная и могучая с таким упоением ждала великого успения концерт успенского так любил играть в плетеную деву танцевать весеннюю пляску земли ничего этого больше не будет лишь вечное скитание под землей и не каплю покоя все пропало все пропало великая мать почему ты забрала ее так не кстати мало было нам горя неужели все теперь все эти перед ним по воле упрямой владычицы бедняжка дочь земли хоть не камня ты не гневайся но мне совсем никак нельзя ведьмам помогать уж прости на мать земля тебя не бросит еще вернет к жизни точно точно вы не серчайте что вашей сестренке не могу помочь а чё с ней ничего мы знаем иди отсюда мы сами справимся мягко тебе земли земля тебе стекловатый еще раз прости или просто ваты шо ж это такое вправду ли мать земля забрать нас намерилась или духи недобрые неужели заслужили мы такое наказание не теперь он дейлира успокоивайся не успокойся ты чего не все выглядит как заправки наркоманы которые долбятся уже месяц как я могу быть спокойно сейчас нечистые силы сгубить нас хотят за 8 ночей до успения концерт успенского сестренку зверей как теперь быть и вот круги нас осталось лишь трое творится обреченную душ решение у нас всего одно проведем ритуал чё как это чушь насколько ж ты дурная втроем мы ничего не сделаем только сами сгнием подумала ли что тогда станется а как иначе поколениями вчетвером совершали наше страшное таинство и ты вдруг решила что можно по-другому естественно все же так просто да да или ты забыла вся деревня на наших плечах лежит если мы оплошаем всех убью оптимистично каждую живую душу я пытаюсь хоть что-то придумать и думаешь как людей со свету и жить молодец это да так нам же легче будет этих дебилов не станет вас втроем тут останется мужика одного возьмите и все нарожайте детей и вперед типа ну восстанавливать цивилизацию причем по волжскую судя по диалектам считаешь ты мудрее остальных уж точно мудрее тебя кирфи почему такое ощущение как будто червь известно что у тебя на уме а перед кем я отправлюсь у нее на уме мужики в труса а то и без хотя не факт прекращайте пререкаться у нас сестра померла ведете себя как собаки порознь думать будем как подобает ведуньям вопросе мудрости у воды колодезной да у ясеня нападем по надеемся на их помощь у нас тут сестра померла а вы тут ругаетесь пойдемте лучше поговорим с колодцем ну или с деревом всяку полетней у вас слушай шо лир говорит сейчас уже ничего не сделаешь на закате справим тире это тризну почивший а потом пойдем по домам спросим у воды озарение разложим кости и камни вспоминайте запретные обряды доход чертей вызывайте любой ценой ищем решение какое решение закопать ее на хрен все решение через две ночи соберемся вновь обсудим до концерта успенского всего восемь ночей восемь ночей надеюсь это конец так идет провожать почившую сестру и все-таки закопали почапали лучшим они ивенку сделали из этого чем вынуждать меня ходить по карте дурацкой чё смотрим добрый вечер и добрым этот вечер я бы не назвала скажем так вавна ждет чё и надо сегодня ты ведешь проводы и ушла теперь ты займешь ее место как младший из нас твою мать помню ли я все тонкости и заговоры иду у вас тут это для проблем с все необходимое для проводов при мне подожди чё быть а и шея беспощадная моноставница давно ты не ступала по земле уверена даже на той стороне ты не растерял и грозного нрава и отправляется к вам прими ее со всеми почестями и не будь к ней столь строгая быть может самой вызваться соткать куклу эй кто заберет череп кек здорово чертила ныне ты самая юная и звездим тебе и вести да знаю я знаю вот настала пора мне заменить тебя на проводов души в иной мир готова ли на те флакон с настойкой помнишь что это и как применяется честно скажу твой ты меня задолбала это сивая настойка для сближения с духом усовший бухло в общем я буду на месте сестры моими устами огласят ее муки мое тело будет движимой ее волей волей алкоголя и гормонов она будет движима следует испить хотя бы восемь капель но не больше 11 по моему я перебрал иначе собственной души ляжусь байерна отдыхай готовься и выходи к нам вместе поднесем погребальной горы пупуру 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 погнали ёп вот тебе посох в дорогу любимая сестрица послушать надежной опорой во время долгих странствий не страшись единочество но согреет холодными вечерами на руку намекся в пути повстречаешь сестер они уже ждут тебя они уже деревянные башмаки такие не стопчутся за сотню верст и пусть вечно остается в тебе силы совершить очередной шаг возможно всем нам придется вечно скитаться по земле мертвецов иду по тропе мертвецов иду по тропе мертвецов даже три пары башмаков развалится под ногами раздели со мной сладкую просто просфору просфору дорогая сестра когда тебе еще доведется поесть как настанет пора отправляться не бойся я помогу найти дорогу братья мертвого чек солнца что садится за лесом она светит тебе дорогу в подземное царство как спустишься под землю увидишь два источника по обе стороны левый обросший белыми лилиями и правый тот кроты охраняют слева не пей поклонись кротам со словами меня мучает жажда дайте напиться и спи из этого источника там одна бродить не смей заплутаешь и не плачь сразу окрик ни одной из сестер они будут ждать настанет день и ты вместе с остальными вновь взрастешь из земли как взрастает летом цветущая полынь верь в это со всей из искренностью на какую способна пора начинать сердечко снова трепещет помню как и корчилась от боли выпивая настойку неужели сивая зелья сивуха и впрямо такое зло но я-то старше и к настойкам я давно привыкла бухает уже а так вот почему они так выглядят они тут просто гасятся постоянно справлюсь сомнений нет погнали вот ваши вот-вот наши души сплетутся и я стану исполнительницей последней воли почувствую всю агонию души и запертой в недвижимом теле земля дать мне силы выдержать это испытание вот и она разгорается в очреве колдовской огонь чувствую его яростные переливы или сестринская душа уже берет свое так или иначе я готова уже без трусов дышать тяжко будто горло скулали чё ой держу ой разбитое сердце умереть в ходе обряды ой не могу пошевелиться конец мини-игры лучше путаю били так да 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 чё как а вернись дышать тяжко будто горло скулали дышу за нас обеих мочится сердце чувствуется близость смерти дыши глубже бла 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 держу себя в руках ногах подобные танцы не обходится без воли уж это мне известно так тепло просфора покрылась плесенью померла пища под стать любимой сестре усить это не я им просфора ты и кушай свой последний ужин гадость ничего удивительного это еда не для живых хотя бы сестре услада похаваем место чего живые спокойниками не делят обед снова становится хреново тихо 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 сюда как бы площадь успокаиваю о нет чертова нутро огнем пошло чужая душа рвется наружу тебя тошнит дура скребет изнутри а нет успокойся я тебя не пущу нет блевать мы не будем сегодня никаких блеватронов не окончен я сказал да куда ниже ниже тише тише эротичнее спокойней нежнее мы же сексом занимаемся не вот это вот потерпи действительно мне же больно сейчас отпустит наверное ура дурацкие мини-игры затихло наконец надо продолжать направить наконец ярущуюся душу верным путем духи природы духи деревьев река корней успокойте буйный нрав повереваю явите мне беспокойной душе дорогу в мир мертвых примите эту жертву в знак благодарности за вашу помощь нетленные пусть кровь агнца напитает землю а его тело станет пищей для вас могучее я щас сатану призову походу димона хотя и не факт забили ягненкой совсем молодая кровь вот так угодили духом вот так угодили духом не посмею теперь воспротивиться моей воле пора заклинать будь же свободна эээ услышь эту прощальную песнь берез нежный шепот земли и хохот чертей не страшись вся природа сегодня подчиняется нам с тобой беги сестра духи сопровождают тебя в последнем шествии не остановись не обернись не воротись чё беги за умирающим солнцем его тело согреют твою душу за последним лучом теплой кровью выслан путь бум коньки отбросила все дети осени дети плесени это немножко другое у вас какие то дети идиотов по моему ну я надеюсь это все спасибо что пробовали первую главу если вам понравилось бла 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 рассказывать я о ней конечно же никому не буду да ребята да детишки все я понял страница 7 здесь мне пофиг очень 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 спорно странная игра как бы ну такое такое очень странное ну да ладно продолжим с вами следующий раз ну а пока что такие дела да м 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